здравствуйте мои маленькие любители интеллектуальных игр сегодня мы с вами попробуем поработать с текстом вопроса исходя из того факта что вопрос есть вся необходимая информация для ответа и вам не нужно ничего придумывать за рамками данного вопроса итак первый пример чтобы выделить его среди остальных художники писали его некрасивым также ему вкладывали в руки кошелек а рядом с ним как ни странно изображали собаку назовите его вычленяем факты из данного вопроса речь идет о картине потому что художники на картине много людей он некрасивый у него в руках кошелек собака рядом с ним это странно и нужно назвать его какие факты из выше приведенных дают нам какую-то информацию попробуем об этом подумать это многофигурная картина он некрасивый что дает нам ноль информации у него в руках кошелек то есть он связан с деньгами таким или тем или иным образом это может быть фразеологизм крылатое выражение или человек связанный с деньгами исторически что-то вроде царя медаса или веспасиана который строил туалет и говорил что деньги не пахнут собака рядом с ним это странно что мы знаем про собаку собак это символ преданности и подчеркивается что это странно ее наличие странным и нужно назвать его итак у нас есть многофигурная картина человек связан с деньгами собака символ преданности но ее наличие странно значит он возможно предатель наоборот нам и нужно назвать его итак у нас есть предатель с деньгами на многофигурной картине и мы переходим в режим поиска ответа. Правильный ответ – Иуда Искариот. Художники стремились, чтобы зритель сразу понял, где среди апостолов изображен Иуда, предавший Иисуса за 30 серебряников, а собака – символ преданности. Второй вопрос. На старинной индийской миниатюре, посвященной рождению царского сына, один из персонажей смотрит на чертеж. Назовите род занятий этого персонажа. Итак, какие факты в вопросе у нас очевидны? Это индийская история. Это очень старая индийская история. Речь идет про рождение царского наследника. У нас есть чертеж, и он связан с рождением этого наследника, и нужно назвать род занятий чертежником. Итак, очень старая индийская история. Что мы знаем про старую Индию, так астрелигии, индуизм и так далее? Можно об этом подумать. Дальше. Рождение царского наследника, значит, он будет царем, и это важно для царства. У нас есть чертеж, и он связан с рождением. Возникает вопрос, какие бывают чертежи, и почему их нужно чертить во время рождения младенца. Назвать род занятий чертежника, и мы можем поперечислять, кем потенциально может являться этот человек. Художником, скульптором, архитектором и так далее. Итак, на старинной индийской миниатюре, посвященной рождению царского сына, один из персонажей смотрит на чертеж, и это астролог. В данном случае это чертеж звездного неба, что вполне нормально определить звездную судьбу будущего наследника престола. Он составляет гороскоп для новорожденного. Третий вопрос. В одной из серий эти часто повторяющиеся три слова адресованы не тому персонажу, которому обычно, а его антагонисту. Отсутствие чего при этом обнаруживается у этого антагониста? Вычленяем факты вопроса. Это сериал. Есть три слова, как известное выражение, и они часто повторяются в этом сериале. В сериале есть два персонажа, они антагонисты. Выражение относится не к тому, кому должно относиться. Это связано с отсутствием вещи, и нужно назвать вещь. Итак, это сериал с двумя антагонистами. Может быть, это Том и Джерри, но это плохо, потому что в этом сериале нет слов. Смотри пункт 2, а в пункте 2 есть три слова, как известное выражение, и они часто повторяются. Выражение относится не к тому, кому должно, значит, выражение может быть буквальным или небуквальным. Это связано с отсутствием вещи, и нужно назвать вещь. Итак, убираем догадку про Том и Джерри на неправильное. Мы понимаем, что это сериал с двумя антагонистами. У нас есть три слова, которые часто повторяются в этом сериале. Выражение буквально и небуквально. Вроде как ехать на колбасе. Ну, имеется в виду не колбаса, которая из мяса, а колбаса, которая задняя часть трамвая. Выражение связано с отсутствием вещи, и нужно назвать вещь. В целом, этого достаточно, чтобы придумать правильный ответ. Это сериал с двумя антагонистами. Классический антагонист Заяц и Волк. Дальше собирается пазл в единое целое. Выражение «Ну, Заяц, погоди». Выражение буквально и небуквально. Волк кричит Заяцу «Ну, погоди». А в этом эпизоде к Волку обращаются «Ну, Заяц, погоди», потому что «Заяц» — это безбилетник. Вспоминаем про буквальные и небуквальные выражения. Это связано с отсутствием вещи. Нет билета — значит «Заяц». Назвать вещь нужно назвать билет. Собственно, на этом мы закончим наш небольшой разбор. Продолжение следует... Продолжение следует...